Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! И сегодня готовим блины по маминому рецепту, по рецепту бабушек. Блины с сахаром и маслом, блины с творогом. Готовьте на здоровье! Готовьте вместе со мной! Для теста мне нужны будут следующие продукты. 3 яйца, пол-литра молока, молоко комнатной температуры, 180 граммов муки, 1 столовая ложка сахара, 40 граммов растительного масла, щепотка соли, 1 чайная ложка ванильного сахара. Больше ничего не добавляем. Очень-очень вкусные блины! По этому рецепту готовит мама, бабушка. Это старинный рецепт без соды, просто на молоке. Значит так, в миску выкладываем 3 яйца, добавляем сахар, соль и ванильный сахар. Хорошенько венчиком взбиваем. И начинаем частями добавлять муку, не всю сразу. Нужно хорошо вмешать муку, тогда у вас никогда не будет комочков. Простите за шум. Так, вмешали муку и добавляем чуть-чуть молока. Теперь вмешиваем молоко в тесто. И вот так я буду чередовать. Молоко, мука, молоко, мука. Только вот смотрите, до однородности размешали. Вмешали молоко полностью в тесто. Видите? Снова чуточку муки. И так повторяем процесс. Выливаем оставшееся молочко. Сегодня приготовлю свою любимую начинку на блины. Вернее, там и нечего готовить. Это масло и сахар. Я просто обожаю такие блинчики. Не знаю. Любовь с детства. И добавляем 40 миллилитров растительного масла. В общем, как вы уже поняли, одна начинка у меня будет сахар и масло. А вторую сделаем творожную. Немного творога у меня есть. Тесто оставим отдыхать на 15 минут, а сами приготовим начинку с творога. Для творожной начинки я буду использовать 200 грамм домашнего жирного творога. 1 желток. 1 столовую ложку сметаны. Потом обязательно добавляем ванильный сахар. Именно ванильный сахар, не ванилин. И 1 столовую ложку обычного сахара. Я добавила 30 граммов, чуть больше столовой ложки. И сейчас хорошо вот так все перемешиваем. Это будет моей начинкой на блины. Так, тесто у нас постояло. Мы еще раз венчиком перемешали. Сковороду немножечко смазали растительным маслом. Я обычно сахар окунаю в масло и потом протираю сковороду. Первый раз. Тесто не должно быть слишком жидким. Смотрите. Вкусные блины родом из детства. В миску поближе поставила с тестом. Сковорода, надеюсь, разогрелась у меня. У меня обычная сковорода, а не блинная. Каждый раз, когда будем наливать тесто на сковороду, обязательно нужно перемешивать его. Раньше я по краю проводила ножом. Говорят, портится сковорода, поэтому я решила вот просто брать обычную деревянную штучку. И обжариваем с обеих сторон наши блины. Вкуснейшие блинчики. Рекомендую приготовить без дрожжей, без соды. То, что нужно. Поджарились с другой стороны. Потом я просто беру вот так на доску, перекладываю и наливаю снова тесто. Теперь включаем турбоскорость, потому что я и начинку сразу маслом, с сахаром делаю. И сразу же сворачиваю и складываю. Любым удобным для вас способом. Развернула камеру немножко за кулиси. Что за камера я тут делаю. Масло наношу и с сахарком. Бог ты мой, как это будет вкусно. И знаете, блины так быстро жарятся. Пока мы тут с вами свернули, там уже блинчик готов. Я выкладываю на тарелочку. Пока там свернули, тут уже горит практически. Поэтому быстро работаю. Вкусно там. Вы знаете, это универсальное тесто. Можно сделать как потоньше блины, так и потолще. Просто вот потоньше слоем наливать. И вот растягивать по сковороде. То есть тут уже как кому нравится. Кому-то нравится потолще блины. Поэтому смотрите на свой вкус и цвет. Мне вот нравится этот рецепт. Не знаю. Мне нравится на вкус эти блины. Ностальгия. За кадром сворачиваю. Вот видите, и поддуваются блины. И вздуваются. Без всяких сот. Ну а еще мне нравятся блины на кефире. Уже научилась быстрее работать. Я так увлекла своей начинкой, что не оставила. Муж любит с творогом. Тут пять штук осталось. С творогом сделать. Блины классные. С начинкой или без. Они нежные. Готовки. С этой порции получается 15 блинов. Десять сделала с маслом и с сахаром. И пять сделаем с творогом. Много выкладываем творога. Визуально разделила на пять частей, чтобы хватило. Я уже и чайник поставила. Сейчас будем дегустировать красивые длины. Главное вкусные. Поэтому попробуйте, переготовьте. Ну не зря же наши бабушки готовили по этому рецепту. И продолжаю готовить. Смотрите, использовала всю начинку. 200 граммов творога, пять блинов. Ну, с творогом так с творогом. Насыщенный вкус. Так, ну вот. И мой результат. Потратила я 35 минут совсем. С приготовлением начинок, за листом теста, с жаркой. Смотрите, какая красота. Всем приятного аппетита. Готовьте на здоровье. Пришло время дегустации. Смотрите, ложку вынимаем. Многие делали замечания. Ну, просто не было у меня тарелочки, куда выложить эту ложку сейчас. И я просто взяла вот так хлебнула. Это пролистываем. Ну, давайте попробуем. Что пробовать? Масло подтаяло. Даже сахар остаял. Ну, это очень вкусно. Вы знаете, от таких блинов невозможно отказаться. Просто невозможно. С вами была Ира. И канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. И делитесь моими видео с друзьями. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok